Сегодня мы будем говорить об искусстве глубоких медиа. Это такая область исследований, которая в последние годы сформировалась на стыке искусства, науки и философии. Глубокие медиа – это попытки переосмыслить наши отношения с окружающим миром, в том числе в части культурного и художественного производства. В основе этих отношений лежат традиции, которые воспроизводят все шаблоны и паттерны эпохи просвещения. В этой традиции живое отличается от неживого, активное – от пассивного, а человек единственный, кто превосходит окружающий мир. А раз так, значит, мы можем изменять этот мир ради достижения неких предустановленных целей. В наши дни такая точка зрения, ее можно назвать патерналистской или антропоцентрической, выглядит довольно архаично, потому что она производит несимметричные и неравноправные отношения с окружающим миром. На деле она ведет не только к деградации окружающей среды, но и к различным неожиданным эффектам со стороны этой окружающей среды на вроде эпидемий, экологических и техногенных катастроф. Сегодня многие художники пытаются предложить иной способ мышления о мире. Речь идет о попытках преодоления антропоцентризма и рассмотрения различных живых и неживых сущностей вокруг нас – вирусов и тел, алгоритмов и технических устройств, кристаллов и электрических полей, в качестве агентов, взаимодействующих друг с другом в едином процессе. Иными словами, художники ищут подход, в котором человеческое и нечеловеческое выступали бы в качестве равноправных участников диалога. Такой подход был бы способен производить реальность, в которой автономия, свобода выбора и креативность не считались бы атрибутами только человеческого. Я не скажу, что эти дни, это действительно связь между технологиями и экологией, или техно-экологическим перспективом, как мы работаем в этом field довольно много, уже в последние 10 лет. И я думаю, что это становится довольно глобальным. И я бы выделил три типа. Произведения искусства глубоких медиа обратил ваше внимание не столько на то, как они выглядят сами по себе, сколько на то, как они обращаются в мире. К первой категории я отношу проекты, которые указывают на прозрачность границ между человеческим и нечеловеческим. Такие произведения говорят нам о симметрии и едином процессе, в котором участвуют разные сущности и отношения между ними. В качестве примера я бы привел проект австралийского художника Гая Бенари под названием «СЕЛФ». «СЕЛФ» адреса наш интерес в проблематизировать биотехнологии и контекстуализировать them within an artistic framework. It started with a new materialist question underpinned by the belief that artistic practice can act as a vector for thought. What is the potential for artworks using biological technologies to evoke responses in regards to the shifting perceptions surrounding the understanding of life and the materiality of the human body? Его работа направлена на исследование возможностей совместного творчества музыканта с каким-нибудь гибридным агентом, искусственной органической сущностью. В своей работе Гай Бенари работает с так называемыми IPS-технологиями. IPS-технологии – это такой тип технологий, при помощи которых любой тип клеток вашего организма можно перепрограммировать в любой другой тип клеток вашего же организма. За разработки в этой области в 2012 году была вручена Нобелевская премия по биомедицине. Так вот, Гай Бенари берет биопсию клеток своей собственной кожи и посредством IPS-технологий перепрограммирует эти клетки в нейроны, то, из чего по преимуществу состоит наш мозг. Другими словами, он вырастил из клеток собственной кожи реально функционирующую нейронную сеть, аналог нашего биологического мозга. Эта нейронная сетка располагается на специальной мультиэлектродной матрице, которая проводит сигналы от нейронов и к нейронам. Эти сигналы в режиме реального времени выводятся на аналоговый синтезатор, так что разные участки этого мозгового субстрата генерируют звуки. В итоге музыкант играет на инструменте, выходные сигналы этого инструмента снимаются и посылаются на нейронный субстрат посредством электрических импульсов, и эта нейронная сетка, этот гибридный агент слушает и отвечает, а его ответ преобразуется обратно в акустический сигнал. Таким образом рождается импровизация, где музыкант вынужден постоянно менять характер исполнения, адаптируясь к реакции гибридного агента. А сам перформанс превращается в некую совокупность человека и полуживой сущности, в буквальном смысле посредством демонстрации взаимодействий, которые могут существовать между людьми и нечеловеческими агентами. В связи с этим проектом я хотел бы отметить две вещи. Первое. Существенно важно, что в проекте Гайя Бенари все процессы осуществляются без какой-либо компьютерной обработки. Проект Селф ставит под вопрос тотальность цифры в вычислительных системах. Это заставляет меня вспомнить попытки, которые были предприняты кибернетиками 60-х годов Стаффордом Биром и Гордоном Паском по созданию нерепрезентативных биологических компьютеров. Их идея заключалась в том, что любая природная адаптивная система может функционировать как мозг. Это значит, что любая система, скажем, болота, яблоневый сад или нагромождение ржавчины под кильем корабля обладает вычислительными способностями. Стаффорд Бир даже написал стихи о вычислительной мощности Ирландского моря, которая бесконечно превосходит возможности человека. И здесь самое время вспомнить о том, что уже в 30-х годах XX века Алан Тьюринг, знаменитый английский ученый и создатель теории искусственного интеллекта, высказал предположение о конечности цифровой парадигмы. Он говорил о том, что цифровые компьютеры неприменимы для описания некоторых непрерывных в пространстве и времени процессов, которые, собственно, и определяют наиболее важные переходные процессы в системах. В качестве одного из способов решения этой проблемы Тьюринг предложил использовать гибридные системы, так называемые нестандартные машины Тьюринга. Их нестандартность заключается в том, что наряду с обычной памятью они могут включать в себя произвольные системы, которые развиваются по своим собственным законам. Сегодня многие художники пытаются работать над созданием такого рода устройств в качестве альтернативы традиционным цифровым решениям. Другое мое замечание относительно проекта Гая Бенари касается вот какой вещи. В его проекте под удар попадают идеи о мозге, который, как утверждается, например, в доктрине искусственного интеллекта, должен в первую очередь познавать и представлять. А в проекте Self, напротив, мозг выступает не как центр познания и репрезентации, а как перформативный посредник. Он является органом, который отвечает прежде всего за телесное проявление в мире, благодаря чему и становится возможным более гибкое приспособление к окружающей среде. В проекте Гая Бенари эта гибкость моделируется за счет создания музыкальной импровизации между человеком с одной стороны и материальным органическим сгустком с другой стороны. Вот чем хорош этот проект. Ему нет места в пространстве человеческой исключительности. Он напоминает нам о том, что все мы находимся в динамических отношениях с окружающим миром и сам творческим образом развивает эту мысль. Ко второй категории работ, описывающих картину искусства глубоких медиа, относятся те, что я вслед за философом Мишелем Фуко называю техниками себя. У Фуко это разного рода практики жизни, благодаря которым происходит становление человеческой самонаправляемой сущности. В нашем случае техники себя – это произведения, непосредственно воздействующие на становление человека. Как, например, в проекте японского художника Нелло Акаматсу под названием «хидзикинкуцу». «Хидзикинкуцу» – это неологизм, который получен из двух японских слов «хидзики» и «суйкинкуцу». «Хидзики» означает геомагнетизм – магнитные силы Земли, которые всюду присутствуют, на всё оказывают влияние, но человеком практически не ощущается. Второе слово – «суйкинкуцу». Это древнее звуковое приспособление, которое используется в традиционных японских садах. Обычно оно устанавливается перед входом в павильон чайных церемоний. В традиционных японских садах звук падающих в глиняный горшок капель воды резонирует в полых бамбуковых трубках и создаёт очень необычный звуковой эффект. Этот звуковой эффект, этот звук, обозначает некую границу и помогает изменить психологическое состояние гостя. В своей инсталляции Нелло Акаматсу объединяет оба понятия – геомагнетизм и звуковое сопровождение традиционных садов. Его инсталляция состоит из наполненных водой стеклянных стаканов, намагниченных швейных игл, которые плавают на поверхности воды. Там же присутствуют медные катушки и электрические батареи. Электрическое поле Земли располагает все иглы в направлении севера, а подача электричества на катушке создаёт временное магнитное поле, которое привлекает иглу к катушке, заставляя её ударять по стенке стакана. Получается очень нежный звук, похожий на хрустальный звон. Нелло Акаматсу уверен, что чувственное восприятие звука способствует переходу на иной уровень сознания, что и предлагается посетителю в качестве нового опыта. Этот проект говорит нам о том, что человеческое тело открыто в пределах своего контура, а его внешняя устойчивость – лишь иллюзия. Разумеется, это означает, что ещё должна быть проделана работа по поиску художественных способов схватывания этого состояния открытости. И работа ничуть не меньшая, чем та, которую делают для нас наука и технологии, история и философия искусства. Ну и третья, последняя категория произведений дип-медиа-арта включает в себя взаимоотношения с неорганической материей. Здесь в фокусе внимания глубоких медиа встреча с воздействием физических составляющих земли, воды, атмосферы, там могут быть присутствуют магнитные или электрические поля, а также субстратных элементов технических систем. В качестве таких субстратов мы можем видеть металлы, соли, кристаллы. Основной пафос глубоких медиа – переосмысление материальности и тех условий, при которых элементы материи обретают техническую форму. В качестве иллюстрации такого подхода я хотел бы привести проект шведско-норвежской художницы Сесилии Йонсон под названием «Гем». Все мы слышали о гемоглобине. Это такой белок, который отвечает за транспортировку кислорода в ткани. Гемоглобин состоит из белка – глобина, и небелкового пигмента – гема, который содержит огромное количество железа. О железе, собственно, и идет речь в этом проекте. Художница заключила договор с родильными домами, и в рамках этого договора собрала 35 килограмм плаценты. Вы знаете, плацента – это удивительный орган, который ни в полной мере не принадлежит ни маме, ни ребенку, и после родов выходит наружу, и, как правило, рассматривается в качестве биологических отходов. Затем она высушила эту плаценту, и при помощи старинных приспособлений для плавки руды – наковальня, горн и так далее – выковала из плаценты железную стрелку для компаса. Художница говорит о материнском ресурсе и его способности направлять нас по жизни. Отсюда и метафора компаса. Как мы видим, этот проект предлагает нам довольно сложную сборку человеческого и нечеловеческого, органического и неорганического. Если мы посмотрим вокруг себя, то в природе мы найдем множество примеров подобных коммуникационных отношений. При этом такие отношения могут говорить о наличии более слабых, либо более сильных связей. Мой любимый пример из области эволюционной биологии – чешуйчатый гастропод. Он также известен как бронированная улитка. Гастропод живет на больших глубинах в Индийском океане среди гидротермальных полей. В этих глубинах обжигающая горячая вода насыщена металлами и сульфидами, которые улитка встраивает себе в свое тело в качестве защиты. В буквальном смысле моллюск прорастает составом, который преимущественно состоит из перита. В нашем описании это означает трансформацию структуры в результате слабой связи, возникшей в поле коммуникации с неорганическими агентами. Что касается сильных связей, то, как мне кажется, лучше примеров окаменелостей из области минералогии не найти. Окаменелости или биоморфозы их еще называют. Это ситуации, когда минерал замещает биологические тела с сохранением исходной формы. Например, скорпион, полностью превратившийся в медь. Там уже от скорпиона ничего не осталось. Это, по сути дела, медная скульптура, только автора у нее нет. Так бывает, когда насыщенные медью растворы встречаются с останками животных или людей. Ну, или более радикальный пример из этой же области. Хиросимиты – это геологические структуры новейшего времени, последствия атомной бомбардировки Хиросимы. Это своеобразные стеклообразные артефакты, которые можно найти в радиусе 30 километров от взрыва в Хиросиме. Для их образования потребовалась температура в 2000 градусов. Во многих из них обнаружены вкрапления стали, бетона, резины и различные органики – осколки того, что и кто некогда были довоенной Хиросимой. Это в чистом виде образец трансформации структуры в результате сильной связи, которая вызывает децентрированные отношения человека с окружающими нечеловеческими агентами. Вообще искусство глубоких медиа может выглядеть по-разному. Это могут быть высокотехнологические объекты и устройства. Например, аппарат межвидовой связи «Человек-гребница» славянской художницы Саши Спачил. В этом проекте художница или посетитель взаимодействует с грибкообразной слизью. Или оптическая система Ральфа Беккера, немецкого художника, работа которой основана на показателях магнитного поля Земли. Такие проекты сложно представить без элементов информационных технологий, робототехнических либо биомедицинских приложений. Есть и переходные форматы в области искусства глубоких медиа. Например, воспроизведение известных опытов по созданию атмосферы доисторической Земли, которые предпринял в своем проекте американский художник Адам Браун. Ну, или, скажем, онлайн-сторителлинг голландского художника Флориса Кайка. Этот список можно продолжать и дальше, но важно обратить внимание на то, что в него входят произведения и российских художников. Например, Дмитрий Морозов в своих произведениях также обращает наше внимание на куда более симметричные взаимодействия человеческого и нечеловеческого. Я всегда интересовался технологиями и искусством, но совершенно отдельно друг от друга. И в какой-то момент я стал видеть, как технологии, технологичность, новые медиа проникают все больше и больше в творческий процесс, возникают совершенно новые междисциплинарные связи, и невероятно расширяется язык художественный. Все его проекты ставят под вопрос человекоцентричную оптику с ее стремлением изобразить материю в качестве пассивной и безмолвной силы. В отличие от традиции, которая испытывает глубокое недоверие к материи, каждая из машин метафор Морозова – это описание материального мира на уровне динамических взаимодействий. В своих проектах Дмитрий Морозов почти никогда не находится в плену масштабов человека, но он всегда уделяет внимание условиям, в которых производятся эти масштабы. В его работах нечеловеческие компоненты не просто встраиваются во взаимодействие с человеческими компонентами. Нет, они играют полноправную роль в том, как эти взаимодействия упорядочиваются. Еще один важный момент – это то, что это искусство очень хрупкое. Это система, состоящая из очень большого количества компонентов, взаимосвязанных, друг на друга влияющих и стареющих, имеющих свой ресурс. Такая глобальная энтропия. Ты создаешь работу, она с первой минуты вырабатывает свой ресурс и стареет. Такой принцип функционирования работ Морозова, и это можно сказать о всей области дип-медиа арта в целом, напоминает форму адаптивного проектирования в природе. Это такая модель существования, которая основывается на открытом поиске возможностей и при этом возможности не могут быть исчерпывающе предсказаны заранее. Еще один пример из области искусства глубоких медиа. На этот раз это работа с гравитацией. Это перформанс царских художников Анри и Мишеля Декастеров, и этот проект называется «Маятниковый хор». Маятниковый хор они реализовали в Церне. Вы знаете, Церн – это крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Так вот, перформанс представляет из себя хоральное песнопение для девяти голосов акапелла и восемнадцати гидравлических домкратов. Мужской финский хор располагается на наклонных металлических платформах, образуя единое звучащее тело. И это звучащее тело выражает себя посредством различных физических состояний. Платформы там все время наклоняются, и, соответственно, изменяются голоса. Эти голоса и тела певцов сосуществуют в единой мелодике и вместе противостоят гравитационным силам. То есть гравитация в этом проекте выступает в качестве нечеловеческого соавтора звука. Важно отметить, что в дип-медиа-арт присутствует и более-менее. традиционные медиа, например, живопись и скульптура, видео и фотографии. То есть это направление не ориентируется на какой-то конкретный медиум, физический носитель художественного сообщения. В этом отношении глубокие медиа можно рассматривать как опытное поле для различных подходов и методологий. Тем не менее, у всех этих проектов есть основа, которая связывает их друг с другом. Это попытки художников обратить наше внимание на текучие и трансформативные свойства материи. В этих проектах их материальная основа более не выступает в качестве безмолвного и пассивного свидетеля некоего знакового порядка. Материальность анализируется здесь как условие возможности этого порядка. Таким образом, в произведениях дип-медиа-арта мы можем видеть претензию на смену дисциплинарной аксиоматики. Что это значит? Это проявляется в том, что художники отказываются от накопления и усовершенствования различных визуальных образов в пользу исследования порождающего их принципа. Итак, зачем нам, художникам и теоретикам искусства, эти попытки разобраться с человекоцентричной оптикой, с человекоцентричным пониманием окружающего мира? Ответ может быть такой, к тому и зачем, что картина глубоких медиа верна, или, по крайней мере, она исходит из более глубокого понимания окружающего мира и, как может, отображает это понимание. Во всех этих примерах, которые я привел, творческий акт выглядит явным признанием того, что мы не занимаем никаких лидирующих позиций во взаимодействии с окружающим миром. Художник что-то создает, затем он уступает функцию посредника некой гибридной сущности, полуавтономной и развивающейся по своим собственным законам системе. Суть такого подхода можно было бы назвать раскрытием. Это исследование с открытым финалом, выяснение того, что мир может нам предложить. Но такой подход возможен только на условиях симметрии и равноправия в отношениях с этим окружающим миром. Только эти условия способны дать нам ощущение тотальной взаимосвязанности, в которой человек является лишь одной из множества форм жизни. И искусство глубоких медиа, на мой взгляд, убедительно предоставляет нам эти образы более глубокого понимания сложности мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok